Фестиваль уличного кино на Камчатке Люди насиделись во время пандемии, люди соскучились друг по другу Вы вот видели, как играл оркестр, люди даже танцевали, люди не стеснялись Они хотят быть открытыми, они хотят быть в центре внимания Вот этого всего и не хватает нашим камчадцам Битакам, кино, рассменная оптика и камеры с тремя объективами Известный камчатский оператор Юрий Шелтышов рассказал, с помощью какого оборудования создавали видеоконтент в прошлом веке Здесь выставлена часть, небольшая часть той съемочной аппаратуры, которую начиналась в Камчатской телевидении Такой камера и на вулкане, и на севере, и где угодно И у оленеводов, и она молодила при любом морозе Еще одним сюрпризом вечера стала встреча с Бориста Кофе и кино совместимы? Конечно, заварил кофе и смотришь кино Капучино заказывает больше 80% людей Обратите внимание, мы сегодня завариваем Колумбия, розовый бурбон сухой обработки Фестиваль уличного кино путешествует по всей стране с середины июня 19-го он был в Москве, а уже сегодня здесь, на Камчатке В день Камчатского края в библиотеке имени Крашенинникова показывают короткометражные фильмы молодых режиссеров Один из участников конкурса – фильм режиссера «Аритмии» Бориса Хлебникова Сатирический и очень актуальный – короткий метр об отношении к ковиду Или, например, картины о музыкантах «Играй для каждого» Прямо цепляет глубоко, я так понимаю, что главный герой, он участник оркестра небольшого или ансамбля И он очень печется о пенсионере, скорее всего, это герой Великой Отечественной войны Который перестал выходить на улицу Я думаю, привлекает внимание к проблемам, к ценностям Что сегодня некоторые важные в жизни моменты обесцениваются Каждый фильм – впечатление В каждом социальный подтекст и глубокая мысль Где автор говорит своим языком и по-особенному пытается сказать о важном Для молодежи, для школьников оно наиболее удобно варимое Потому что они длинные, им не нравятся нравоучения Всего в программе кинофестиваля 9 короткометражных фильмов В которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и другие известные актеры По окончании просмотра зрители отдали голоса за лучшие По их мнению, короткометражки На Камчатке первое место у фильма «Чернильное море» Это Саша, вы мне письмо писали? Ага Да, да, да Очень душевное, очень проникновенное Я прям в восторге Еще очень понравилось, показалось тем, что очень интересная метафора на российскую действительность У нас очень много семей, которые распались Родителей одного нету, а может быть и двух И мальчик сохранял надежду, что отец ему ответит И для меня, не знаю, я до конца верил, что отец объявится Голоса камчатской публики будут учтены при подведении итогов всероссийского голосования Победитель, обещают организаторы, получит полтора миллиона рублей Для того, чтобы снять полный метр Катерина Перова, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова